Друзья, я вас приветствую! Сегодня на канале обсудим, куда движется наш рынок, пообщаемся на тему разных акций. Мне есть что показать вам, но покажу я прежде всего сначала вам свой портфель. Я перед вами предельно честен и открыт. У меня вот практически все в депозитах. И брокерский счет в LQDT. Каждый день мой счет растет на уже 17-20 тысяч рублей ежедневно. Рынок падает, мой счет растет, он составляет порядка 30 миллионов рублей. Уже перевалил за эту цифру. Сегодня не исключение, продолжается у нас рутинная работа по тренду. Видите, я вам показываю месячный таймфрейм. Если вы хотите понять, куда движется рынок, откройте тренд старшего масштаба. Ни часовой, ни дневной даже. На месяцах все очевидно, все ясно. Если у вас пробиваются в мае это было низ месячной свечи, вот такой вот мари-боза и без откупов, у вас следующий месяц и следующий, и следующий. В этом месяце вообще трэш тоже падаем каждый день практически. Тоже без откупов. Видите, внизу хвоста нету. Поэтому и скорее всего на такой большой месячной свече, скорее всего и пятый месяц у нас тоже будет вниз. Знаете, что примечательно? На выходных у меня было свободное время. Я наслаждался летом, как обычно, катался на велосипеде в Калининградской области. И у меня было время, чтобы посмотреть, что у меня коллеги снимают, собственно, ну какие ролики, да, люди записывают. Это вообще трэш, друзья. Один в Сочи сидит, рынок падает. Оказывается, он продал, забыл вам сказать об этом. Продал свои позиции, представляете? Он в ролике говорит прям, слушайте, представляете, я вот тут же продал позиции, а я вам не сказал. А рынок уже там на 5% вниз свалился. Другой трехчасовые ролики записывает. Каждую неделю говорит, как шортит супер растущий тренд S&P. Представляете, S&P растет. Ну, практически там супер тренд колоссальный. Он это шортит уже там несколько месяцев подряд. У него убыток гигантский. Кто, как его смотрят люди. Третий говорит, я не гуру, я не ванга. При этом называют подписчиков дебилами и ссыкунами, если они не лангуют падающий рынок вместе с ним. Это вообще, друзья, это что вообще? Почему вы это смотрите? Просто вот... Нет, друзья, это клиника. Вот кто вот продолжает смотреть. И люди пишут в комментариях. Мы твои фанаты, да. Несмотря на то, что вот рынок падает, да, у нас минуса. Вот давай, ты молодец, продолжай. Люди, очнитесь, опомнитесь. У вас, если тренд развернулся, у вас позиции в акциях не должно быть. Вы что? При этом, знаете, люди верят многим, что, ну, компании-то хорошие. Вот фундаментал, да, сейчас вот Совкомфлот, он вот перестал зарабатывать. Но компания-то классная. Ну, давайте подождем. И знаете, самая ошибка какая вот частая. Я смотрю там, люди уровни рисуют какие-то вообще. Я вижу только два уровня. Две пятьсот и второй уровень, это вот три тысячи пятнадцать. А люди рисуют там две семьсот пятьдесят, там откуда-то уровень берется. Рисуют две шестьсот пятьдесят. Там, я не знаю, наверное, они каждые сто базисных пунктов по индексу вот так вот рисуют. Давайте каждые сто уровней вниз мы очертим. И вот знаете, что говорят, вот он там месяц назад ролик снимал, он говорит, ну, вот по три тысячи, это вообще цена такая вкусная. Надо купить акции. Потом следующий ролик там, две девятьсот уже цена по индексу. Блин, ну, вообще цены еще лучше стали. Я думаю просто. А сейчас они записывают, знаете, о чем? Ну, вот следующая поддержка уровня, две семьсот пятьдесят. Вот там можно попробовать, вот цены, вот класс, я вот чувствую, знаете, и все говорят, вот я чувствую никаких аргументов, ни доводов, ничего. Давайте уберем это нахер, вот эти уровни, их тут нету просто. Ни две шестьсот пятьдесят, ни две семьсот пятьдесят, ничего подобного. Есть вот, давайте выделим это четко, вот, чтобы вы понимали. Вот уровни три тысячи пятнадцать и две тысячи четыреста девяносто четыре. Это, ну, практически математически высчитанные уровни, да, полагаясь на ранее график какой был, они снизу вверх бились об этот уровень, потом сверху вниз бились об этот вот несколько раз, видите. Ну, и это, это действительно уровни, а то, что вот там вот кто-то рисует, он может там и дальше спокойно рисовать. Я о чем вам хочу сказать, что уровни, это, конечно, хорошо, они показательные, они нам говорят о том, что однажды, когда цена придет в этот уровень, возможно, возможно, у котировки будет какая-то реакция. Но первое очередное, это тренд, а тренд сейчас падающий, я уже не раз вам об этом рассказывал, в мае месяце он начался, пробитие 3340 пунктов по индексу, нас уже в позиции не должно было быть, несмотря на то, что фундаментал классный, там, дивиденды, сезон начинается, вот нам сейчас дивиденды выплатят и будет у нас все хорошо. Ну, друзья, так не бывает, крупный капитал, крупные ребята размышляют по-другому. Рынок сейчас продолжает лететь. Рекомендую вам действительно наслаждаться летом, находиться в депозитах, в ЛКДТ, инфляция у нас растет, значит, центральный банк 13 сентября у нас, это уже совсем скоро, 23 дня осталось, будет ключевую ставку повышать. Никакие облигации, вот у нас сегодня с коллегами тут спор зашел в чате, телеграм-канал, easy trade, e-trade можете вписать в поиск, найдете меня, вот чат у нас есть. Кстати, в пятницу был прямой эфир, я проводил, общались тоже с ребятами, отвечал на вопрос. Вот сегодня у нас спор завязался насчет облигаций, действительно, многие сейчас в облигации входят, но знаете, в чем проблема? Ну, инфляция не останавливается, такого не было у нас до этого, и уже ставка ключевая довольно-таки долго держится на высоких уровнях. Что будет центральный банк с этим делать? Повышать ставку. Повысят они ее до 20%, дальше инфляция не останавливается. Ну, идет СВО, это логично, деньги тратятся на ракеты, то есть производится продукт, он об землю ударяется, эта ракета, и ничего из этого не выходит. Вот. А люди деньги получили, эти деньги люди продолжат тратить, покупать продукты, там не знаю, насколько у них хватит денег, там машина может еще что-то, а нового-то продукта не производится, инфляция будет и дальше расти. Я ожидаю, скорее всего, прогнозирую даже, что пока СВО не закончится, инфляция будет расти, от этого, друзья, не уйти. Поэтому ключевая ставка может повышаться очень долго, пока идет СВО. И вот ребята, которые сели сейчас в облигации, они могут прикурить очень хорошо. Вот мне коллега пишет, ну, она же будет снижаться, и я вот ему отвечаю, что то, о чем я сейчас вам только что рассказываю. Поэтому LKDT, это фонд денежного рынка, он составляет, вот ставка РУСФАР есть у нас, 1754 она на данный момент составляет, близко к ключевой ставке. И вот эту примерно, вот эту доходность вы будете в LKDT получать сейчас в ежедневном формате. Вот он, LKDT, он растет сегодня на 0,6%. Он растет всегда, каждый день прибавляет на 0,6%. Умножить 0,6 на 365, это вы получите доходность по вот этому LKDT, близко к 18%, близко к ключевой ставке. При этом я свой LKDT могу в любой момент продать, практически в любом объеме, хоть на миллиард рублей, там есть ликвидность, и купить какие-то акции, которые мне нравятся. Сейчас на рынке мне практически ничего не нравится. Особенно, друзья, Сбербанк подходит под важный очень уровень 272. И на этом уровне действительно будет решаться судьба российского рынка. Хотя Сбербанк уже прошил давно свою месячную свечу, свою 304.23. И с этого момента начался падающий тренд. Вторую месячную свечу Сбербанк уже на 276.56 тоже прошел вниз. Но тут, друзья, у нас есть уровень, который все, ну не все, а многие могут ожидать. Он не раз уже у нас отрабатывался, этот уровень. Раз, место, два, три, четыре, пять, пять раз. Сейчас мы тоже можем увидеть какое-то торможение в падении котировок. Обычно в таких случаях говорят, что здесь решается судьба российского рынка. Посмотрим, друзья, пока все падает, пока мне все не нравится. Особенно на Ваттек, там вообще если тысячу прошьем, то там пиши пропало. Психологически важная отметка, тут я бы не сказал, что есть какие-то уровни. Ранее просто 971 была цена, она остановилась, пошла на отскок. И сейчас мы к ней опять идем, потому что кто-то вот здесь вот закупал, да. И возможно, если она подойдет к этой цене, котировка вниз пройдет, тогда этот кто-то, кто покупал, кто рассчитывал озолотиться на Ваттеке, я не знаю, как здесь можно озолотиться, больше года уже акция падает. Не больше года, а в сентябре будет ровно год, как акция падает. Где здесь покупать, друзья? Здесь нет покупок. Каждый верх месячной свечи, каждый, он ниже предыдущего. Тут линейный падающий тренд. Тут нету модели разворотные, друзья. Каждый месячный. Что? Ну, здесь уровни следующие, да, вот сильные, реально очень сильные уровни. Это в районе 600. То есть, тут может падение быть очень серьезное, прям очень. Имейте это в виду. Пока Новотек держат, потому что он уже упал за последние 12 месяцев на 42%. Хотя Новотек классная компания. Там Леонид Михельсон, он мажоритарный акционер, чудесный просто. Но что-то не то, вот знаете, вот падает почему-то. Потому что, друзья, рынком правит техника. И вот здесь вот где-то мы узнали несколько месяцев назад, в мае, что оказывается, Новотек чудесная компания. Вот просто SDN санкции наложены Соединенными Штатами Америки. И администрация Байдена на карандаше держит Новотек и знает, что это за компания, чтобы ей там санкции новые впиливать, да, SDN, чтобы танкеры блокировать и все такое. Вот мы только несколько месяцев назад узнали, почему у нас падение в 50 практически процентов было. Ну, а так компания чудесная, друзья, вот шикарная. Вот на 600 рублях. Вот знаете еще что говорят, что меня бесит просто в блогерах? Я вам рекомендую, просто отписывайтесь, не слушайте. Вы сэкономите кучу времени, часы просто своей жизни, несмотря этот бред. И сэкономите кучу денег. Я уверен, кто их смотрит, большинство из их подписчиков в минусах, просто портфель в минусах. Они говорят, Новотек классная компания, вот по 900 если будет, это вообще чудесно. Надо брать, я задумаюсь, я задумаюсь. Я при себя думаю, вы что, совсем что ли с дуба рухнули? А что изменится, 1000 или 900? В компании-то ничего не изменится с фундаментальной, ну подешевеет она и что дальше? А по 800 вы будете купать? А по 700? А по 600 вы? Еще же лучше будет. Поэтому, друзья, я всегда говорю, дождитесь разворотной модели. Вот в Новотеке раньше тоже были такие ситуации, да? И посмотрите, сколько месяцев просто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять месяцев накапливалась позиция. Не спешите вы с этими Новотеками. Пускай он падает и дальше без вас. Не слушайте этих клоунов, кто по 900, по 800 будет Новотек покупать. Дождитесь просто консолидации боковой. Несколько месяцев вам, в боковик вас отправят по Новотеку и там уже будут пробои свечи успокоения. И на этом пробое вы уже будете покупать, понимаете? Не надо ножи эти брать. Ой, в общем, друзья, это вообще... Ну, чему тут удивляться? Не надо просто за этим следить, вот и все. На этом, друзья, я вот последнее хочу сказать. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я вот не собираюсь зарабатывать деньги там какие-то. У меня есть деньги. Я на бирже торгую, я на бирже зарабатываю. Просто хочу сформировать сообщество, чтобы меньше было людей, которые ведется на всяких разных клоунов просто. Подписывайтесь на телеграм-канал. Будем с вами общаться, развиваться. С удовольствием делюсь опытом. Каждый день вот в чате я там присылаю что-то интересное для вас. Прямые эфиры сейчас будем проводить. В общем, друзья, жду вас в клубе, в своем сообществе. И будем развиваться вместе с вами. Пока рынок падает, мы зарабатываем. Ну, на этом все. Прощаемся. Не будем много времени друг у друга тратить. В любом случае, увидимся и услышимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...